Сегодня наша съемочная группа побывала в пункте пропуска Брест, единственном, который сегодня функционирует для проезда на сопредельную сторону легковых машин и автобусов. Именно там сегодня скопились десятки автобусов и маршруток с людьми, которые сутками дожидаются прохождения границы. К белорусской стороне вопросов нет, она работает в усиленном режиме, а вот польские коллеги все так же не желают пока идти навстречу, продолжая диктовать свои правила и запреты, запуская только по одной машине в несколько часов. К сожалению, ситуация в пункте пропуска Брест с очередями сохраняется. Причиной этого по-прежнему является в первую очередь неритмичная работа с сопредельной стороны. Так, в сутки на выезд из Республики Беларусь через пункт пропуска Брест следует, как правило, около 600 легковых автомобилей и около 70 автобусов. Наиболее напряженная ситуация как раз именно с пассажирами автобуса, которым приходится испытывать массу неудобств переписчения государственной границы. Связано это в первую очередь, как я говорил, с неритмичной работой польской стороны. Так, к примеру, 8 апреля этого года у нас в промежутке времени с 8 до 12 часов польская сторона приняла только один легковой автомобиль. Соответственно, очень многим пришлось задержаться в очереди. 10 числа ситуация повторилась. В промежутке времени с 8 до 11 часов ни одного автомобиля, ни одного автобуса польская сторона не приняла на свою территорию. И, к сожалению, сегодня за последние два часа польская сторона также приняла на свою сторону только один легковой автомобиль, следующий из Республики Беларусь. Если в будние дни зачастую на мосту, который разделяет две границы, а также на территории белорусского погранперехода, наблюдается очередь преимущественно из легковых автомобилей, то сегодня в основном из туристических и рейсовых автобусов, как на белорусских номерах, так и на польских, которые сутками стоят на границе в очереди. Люди просто в ярости и понять их можно. Из-за таких задержек на границе кто-то опаздывает на самолет, кто-то на поезд. Даже несмотря на то, что на прохождении границы в запас они брали сутки. На границе стояли часов 7-8, потому что когда мы в ту сторону ехали наоборот, то мы опоздали на самолет, хотя мы брали запас 7 часов. Прогрессируя вот в цивилизации, дойти до такого, как сейчас, проехать 500 километров за сутки, вы знаете, это ниже нашего достоинства вообще. Извините, решать эту проблему надо немедленно. Это вообще не вопрос. В 9 часов вечера выехать, 10 часов следующего дня, а мы еще только на полпути. Мне еще лететь самолетом, я боюсь еще опоздать на рейс. Ну, 12, мне надо на регистрации быть. Я здесь на этом пропуске первый раз. Ну, скажу честно, вообще недовольный. Не то, что там какие-то оценки давать. То есть вы расстраивались? Я эмоционально даже подорван здесь, я вам скажу. Вот сейчас я встал позавчера в 6 вечера. А ты прошли много границей? Ну, вот сейчас и прошли. Как атмосфера? Когда откроют границу, тогда и решится вся атмосфера. А пока тут все закрыто. Вот и вся атмосфера. На границе мы сейчас в ночи стоим. Ну, люди уже смирились и как бы все претензии никто никаких не... Ну, спрашивают, задают вопросы, почему так часто стоим. Объясняем, что много автобусов на границе стоит. Ну, а так уже начинаем привыкать. Так как у нас, наверное, один такой погранпереход, который работает сейчас. Из-за этого просто такой наплыв. Раньше столько автобусов не было в очередь на границе. Брестские пограничники работают в полную силу, а автобусы все прибывают и прибывают. А вот какая ситуация сложится ближе к выходным, а время покажет, будем наблюдать.